Как и обещал, у нас в студии наш гость Олег Яковлев, друзья. Просто аплодисментами встречаем. Здравствуй, Иван. Здравствуйте, вся Россия. Да, Олег, я знаю, что пришел к нам не с пустыми руками. Есть новое творение, новый музыкальный клип. Да-да-да. Песня называется «Фарапиде». Это очень большое мое событие, потому как, я не знаю, мне кажется, этот клип получился, потому что, ну не знаю, я так думаю, это первый клип, где я отказался от роли главного героя. Там совершенно другие артисты, но он, правда, реально очень-очень сильно красивый. Поэтому я очень-очень, не знаю, там три недели, по-моему, ждал, когда все-таки он появится на РУ-ТВ. Поэтому от меня для вас сегодня подарок. Это действительно подарок, это дорогой подарок, на самом деле, для всех телезрителей. Давай немного заинтригуем перед тем, как его все-таки показать. Конечно. А кто режиссер? Кто главную роль исполнил, если это не ты? Я скажу, что режиссер — это украинский автор, который пишет мне все песни, аранжировки, и он впервые говорит, можно я еще и буду как режиссер. Я говорю, ну, конечно же, да. В главной роли украинские танцоры великолепные — Макар Клевинник и Яна Заяц. Поэтому мне очень приятно, что все оправдалось, что это настолько красиво и настолько по душе, что это не могли не взять на РУ-ТВ. Поэтому только-только у вас премьера. Я знаю, что ты и сам неплохо танцуешь, правда же? Я танцую хорошо, я танцую хорошо, но я решил так, что если меня знает на каждой улице... Зачем мне в клипе сниматься? Да, конечно, если меня там машут из автомобиля, поэтому я думаю, что я могу уступить главной роли другим хорошим артистам. Ну что ж, друзья, на самом деле наступает та самая заветная секунда, когда мы сможем продемонстрировать новое творчество Олега Яковлева. Я думаю, сейчас мы все будем снимать еще телевизор, потому что этот клип — это эксклюзив на телеканале РУ-ТВ. Смотрим, восхищаемся, ну а потом будем обсуждать. Внимание. Ну, мне приятно так. Клип красивый, хороший. Прям премьера — это всегда приятно. Я улыбаюсь. Я поздравляю, потому что клип на телеканале РУ-ТВ — это значит, что все, это хит. Это хит. Во-первых, хочу поздравить русский медиахолдинг с тем, что была премия, да? Так, Best of Words, поэтому это все лучше русский медиахолдинг. Да, конечно же, так что от меня тоже поздравления. Спасибо, я верю, что всем холдингом мы сейчас благодарим Олега Яковлева. Но я знаю, что есть еще и другая версия клипсов, версия песни, да, в ремиксе более динамичная. Есть версия, да, есть версия такая, что вот я вот выпустил как раз синглы, они всегда интересны, потому что я здесь сделал две версии. Одну сделал вот как раз, которую вы сейчас слышали, и вторая, которую сделал DJ Noise. Она более танцевальная, поэтому, может быть, мы разыграем, да? Давайте, конечно, я подаю. У меня будет концерт, называется «Река Москва» 20-го. Если кто ответит на простой вопрос совершенно, какая была песня, на которой я сделал первый клип, название, тогда вот приходите, я вас буду ждать и, может быть, сам вручусь о сцены. Вот. Да, дорогие друзья, присылайте на наш номер 5742 правильный ответ на вопрос, как называется песня. Первая сольная песня, на которой снял клип Олега Яковлев. Кто будет первый, правильный, соответственно, пришедет ответ, тот и получает и билеты на концерт Олега Яковлева, и диск, правильно? Да, конечно же, приглашаю. 20-го, «Река Москва». Да, пишите, так говорится, отвечайте правильный вопрос, но мы продолжим обсуждать все-таки клип, съемки клипа. Такая песня медленная, действительно, очень нежная, грустная. Почему грусть? Почему все-таки не какая-то вот, у-ху, танцевалочка, хочется веселиться? Нет, нет, танцевалочка, танцевалочка, это навсегда танцевалочка, просто так совпало, что, может быть, сейчас я скажу точно. Почему, почему в рапиде? Потому что мы несемся по жизни очень быстро, навсегда танцевалочка. А тут какая-то штучка, что я понимаю, что бывает в жизни момент, может быть, любви, момент знакомства, когда ты говоришь, может быть, сегодня, может быть, да, может быть, вместе я тебя провожу до дома. И когда человек отказывается и пугается именно этого момента, то есть тут меня заделала эта песня тема, что когда все-таки, у меня бывает такое, когда я все-таки просматриваю, скольким друзьям я не позвонил, что я не сделал, допустим, кого вовремя не обнял и так далее. То есть это, видимо, песня об этом, когда убыстренная жизнь, а потом ты просматриваешь это в очень медленной какой-то ленте. То есть это такая тостная, тостная, конечно. А мы все русские, я считаю себя абсолютно русским человеком, поэтому мы все немножко сентиментальны. Ну, это так, есть уже страна такая. Ну, и потанцевать тоже. И потанцевать тоже, поэтому есть версия ремикс, где можно потанцевать, хотите погрустить, слушайте оригинальную версию песни о Воропеде. Друзья, сейчас прервемся с вами, ну, а потом обязательно вернемся и будем отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете на 5-7-4-2 специально для Олега Яковлева. Ждем. То есть вот эти вот часы, да, и это получается подарок все-таки. Это подарок, причем от моего любимого, да, ну, продюсера, скажу, все равно останется на себя продюсер Игоря Митвиенко. Ну, если есть такие подарки, если он дарит модный гаджет, которого еще в России нет, шведские парни придумали, значит, он считает меня модным человеком. Во-первых, нужно сказать им огромное спасибо, Игорь Митвиенко, потому что Игорь разрешает мне петь песню «Иванушка». Серьезно? Это прекрасно. Конечно. Это мой дорогой подарок. Да, мои концерты, это мои концерты, но когда подходит какая-нибудь девушка, которая говорит, ой, я всю жизнь можно песню «Куклы», я говорю, да, конечно, легко. Конечно, моим пацанам, которые сейчас в Астане, по-моему, тоже огромный привет, дружим, все замечательно. Нормально общается, да? Это такие приятные подарочки, мелочи, которые очень приятные. Рыжий мне подарил вот на день рождения, старейнейший граммофон, которому, наверное, нет цены. Он такой огромный, занимает полкомнаты. Но есть какие-то вот приятные подарки. Моя девушка Саша, допустим, не знаю, вот где-то нашла, не знаю, там в холодную зиму, когда еще не было пионов, еще нигде, мои пионы любимые. Подарок, он не должен быть дорогим, он должен быть каким-то очень для сердца очень приятен. Вот знаете, про подарки все ясно. Мне просто затронула тему то, что, Олег, ты исполняешь на концертах песни группы «Иванушка». Конечно, конечно. Какие все-таки можно услышать, какие чаще всего просят исполнить? Я, ну, во-первых, у меня концерт, не знаю, там состоит из моих, там, не знаю, там 40 минут, допустим. Ну да. Ну, когда подходят, да, но чаще всего заказывают песню «Кукла», «Тополин и пух», «Тучи» я не трогаю, потому что «Тучи» это песня Сорина. Вот, но, наверное, эти три песни я исполняю. «Кукла Маша», «Тополин и пух». А если мы попросим сейчас в прямом эфире исполнить что-нибудь такого «Тополин и пух», чтобы, так сказать, зажечь, или, может, что-то из своего. Да нет, ну, конечно, да нет, я думаю, что лучше на концерте увидеться 20-го. Лучше на концерт, надо приходить на концерт «Река», да, «Река Москва». «Река Москва», да, просто будет большой концерт, на котором, может быть, я одну песню спой, Иванушек, но и то я, как бы, берегу это творчество, потому что, ну, ну, это же моя юность, правильно, как и ваша? Да, я уверен, что все придут, все будут просить, я тоже приду и буду просить, чтобы хотя бы одну песню. Для тебя спою обязательно, Иван. Спасибо большое. Ну, знаем, что недавно совсем, так сказать, на широкую ногу я отметил свой день рождения, свой 45-й день рождения. Да, я раньше стеснялся, нет, я не стеснялся никогда, но немножко, как думаю, ну, не буду говорить, сколько мне лет, но тем не менее, ну, я в детстве стеснялся, что у меня сложено отчество. Я Олег Жамсараевич, это такое бурятское отчество, сейчас я не стесняюсь. И когда возник вопрос о день рождения, он мне говорит, молчи, не говори, что тебе 45, мне гордо говорю, мне 45, а Рыжий у меня на полугода, младше Кирилла еще на полугода, младше. Так что мы тут рядом, мы же не кокетничаем, это нормально, нормальное мироощущение, все, все здорово. Ну, отметил, и спасибо тебе за поздравление большое. С днем рождения еще раз, чтобы все было хорошо, друзья. Сейчас небольшая реклама, потом вернемся и продолжим заряжать позитивом у вас, уважаемые зрители. Ну что ж, друзья, у нас в студии Яковлев Олег Жамсараевич. Да, Олег Жамсараевич, здраво, да, еще раз, всем привет еще раз. Можно передавать привет? Конечно, вперед. Мне очень нравится, всем привет, кого я любил, кого я люблю, и особенно детишкам, Насте и Саше. Дети моей подруги, Таня. А, вот что вы, да, просто есть вопрос, на самом деле, к нам пришел. Олег, у вас есть дети? Хотите ли детей? Вы знаете, это очень, это вопрос-секрет. 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 То есть про личную жизнь, как правило, ты не распространяешься? Нет, я вообще распространяюсь, ну, конечно же, есть где-то там. Есть дети где-то там? Конечно, ну, конечно, конечно. Это же артисты, много гастролей, сами понимаете. Дело молодое, как говорится. Есть еще очень много правильных ответов на вопросы, как называется песня, которую первый раз ты снял клип, ну, сольный, разумеется. Да, конечно же. Я думаю, может, уже отдадим подарок. Давайте, конечно, отдадим, а вы озвучите. Вернее, ты. Мы обещали дать подарки. Это два билета на сольный концерт Олега Яковлева и, соответственно, диск с новой песней. Вопрос звучал так. Как называется песня, на которой первый раз Олег снял клип свой сольный? И правильно ответили. Танцуй с закрытыми глазами песня называется. Да, это была премьера моя первая в жизни вообще работа. Вот, друзья. И кто же получает эти подарки? Кто первый дал правильный ответ? Его номер заканчивается на цифре 1624. Мы поздравляем. 20 декабря ничего не планируете, потому что вы идете на концерт Олега Яковлева. Все, приглашаю. Олег, а что будет на концерте? Будут ли какие-то спецэффекты, возможно, может быть, приглашенные артисты, друзья? Я думаю, что мои друзья, конечно же, будут. Но, конечно же, будет моя, как новая моя программа. Для тебя спою одну песню, Иванушка, нормально. Будет вкусно, конечно же, там хорошая сцена. Это «Красный октябрь», там здорово. Там у меня была как раз презентация клипа. И там будет хорошо. Там будут крутиться все мои клипы. Там опять все видите, клип про Пиди. Там просто меня можно будет потрогать, пощекотать, подарить один цветочек и просто, ну не знаю, пообщаться, посмотреть друг в другу в глаза. Ну так что, друзья, если хотите потрогать, пообщаться, ну, конечно, послушать знаменитейшие песни Олега Яковлева, потому что это действительно хиты, приходите 20 декабря на сольный концерт. Олег, к сожалению, время подходит. Я прощаться тоже не хочу, но, видимо, придется что делать уже. Да, да. Так что вот так. Можно пожелать хорошего дня, чтобы все-таки зима была мягка и очень добра к нам, к россиянам, особенно к москвичам, потому что все-таки уже сегодня холодно. Хорошего-хорошего настроения, чтобы везде успели, сделали кучу громадных дел, были умны, счастливы, любимы и объяты. Ваш Олег Яковлев и Иван. Иван Чайков. Ну, я-то еще остаюсь здесь. Олег, спасибо большое за это. Все, я скачу. Спасибо большое. До новых встреч. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...